Дни Венгрии торжественно открылись в Нижнем Новгороде. В течение четырех дней нижегородцев ждет разнообразная программа, знакомящая с культурой и обучиями венгерской страны. Мы решили составить эти мероприятия так, чтобы показать российскому публику что-то новое, чем мы гордимся, это и музыка, это и живопись, это и танцы. Танцами нижегородцы смогли насладиться сразу же в день открытия. В Нижегородском театре драмы прошли гастроли венгерского государственного ансамбля народного танца. А в следующие три дня в столице Приволжья презентуют живописные и скульптурные работы венгерских авторов. Одно из таких произведений – изображение гигантского человека, которое буквально выбирается с подземли наружу, уже вызвало резонанс среди жителей Нижнего Новгорода. То, что я читаю, мне просто становится грустно за этих людей. И если со стороны, может быть, кажется, что это просто так, почему нам тут поставили квазимоду, то для меня на самом деле это печально. Скульптура под названием «Разрыв» европейского автора Эрвина Эрви Лорена украшает один из парков Будапешта. А теперь монумент будет красоваться и в Нижнем Новгороде, в микрорайоне «Седьмое небо», вблизи будущего стадиона. Мемориал планируется открыть 12 июня. Это не единственный подарок иностранного скульптора. В этот же день на площади Минина и Пожарского стартует необычный велопробег «Байк-арт». Его участники наденут скульптурные маски, выполненные иностранным автором.